МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Теба дня» в студии Юлия Бараева. Здравствуйте! Уже скоро на сцене Национального театра проведут мини-фестиваль «Линду». И сегодня о нем расскажут гости нашей студии Никита Анисимов и Настя Орлова. Никита, Настя, здравствуйте! 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 Никита, расскажите, пожалуйста, как организатор фестиваля, что это за фестиваль, как давно проводят, и немножко про историю создания. Нынешний концерт получил название «Линду. Продолжение». Первый состоялся 2 апреля. Я очень волновался, когда мы этот первый концерт делали. Но все сложилось очень хорошо. И, в общем-то, мы дерзнули на «Линду-2». Как он получился? Сложно сказать, как он получился. Наверное, на то была какая-то судьба. Я очень в это верю всегда. Вообще лучшие события в моей жизни всегда происходили благодаря стечению каких-то обстоятельств. Ну и в этот раз, я надеюсь, все будет точно так же. А почему в целом решили организовать такой фестиваль? То есть была потребность у музыкантов, у аудитории? Я сейчас повторюсь, но я, видимо, вынужден это сделать. Дело в том, что за все время, что я работаю в театре, я не раз задумывался о том, что наша площадка позволяет делать подобного рода мероприятия. Но как-то вот все у меня не хватало решительности все это собрать в кучу. Есть люди, которые меня поддерживают в этом плане. И я уже даже не говорю «я». Я уже все время стараюсь говорить «мы». Поскольку это действительно многим нужно. Опять же, повторяясь, я вспоминаю времена, когда я еще школьником, старшеклассником ходил на музыкальные мероприятия. Я помню первые фестивали в моей жизни. Это были «Карелиян Фэйсис», которые происходили в филармонии. Это был фестиваль «Космодром», «Колбаса» и многие другие. И на какой-то момент вдруг все как-то стихло. И так стало как-то грустно. А сейчас снова вроде бы веселее. Почему называется мини-фестиваль? Расскажите немножко про формат. В чем особенность? Мини. Почему мини? Ну, потому что он однодневный. Надеюсь, однажды он будет шире. Будет занимать, может быть, не один день, а два или три. И было бы очень здорово, если бы он смог расшириться до формата не просто музыкального фестиваля, а как арт-события, в рамках которого публика могла бы переходить не только послушать живую музыку, но и увидеть, может быть, какие-то театральные постановки в рамках этого фестиваля. Какие-то, как сегодня говорят, арт-перформансы, которые бы были связаны с работой художников. Может быть, какие-то выставки или картины, которые бы рисовались в реальном времени. Танцевальные какие-то вещи. То есть, все, что касается художественного самовыражения человека. Спасибо. Фестиваль называется «Линду». Давайте расскажем нашим зрителям, как это переводится, и есть ли какая-то особая символика у этого. Символика? Символика – это птичка. Потому что «Линду» переводится с карельского как «птица». Все очень просто. Спасибо. Какие группы выступят на фестивале? Какие будут направления исполнителя? Во-первых, почему мы сегодня здесь с Настей? То есть, один из тех людей, которых я еще на первый фестиваль очень хотел позвать, но у нас там по каким-то причинам не получилось, была Настя Орлова. Мы с Настей очень давно знакомы. Это тот человек, который уже давно вышел за рамки исключительно личного какого-то творчества. Настя уже давно помогает исполнителям Петрозаводска себя демонстрировать на широкую публику. Делает она это с большим успехом. Но я бы хотел, чтобы такие люди не забывали о том, что они артисты. Она, конечно, не забывает об этом. Но мне хотелось, чтобы Настя выступила на этой сцене. Потому что я поклонник ее творчества. Мне очень нравится то, что она делает, сочиняет. Что-то, наверное, Настя, ты добавишь сама. Да, Настя, расскажите тогда про вашу группу. Ну, у меня сейчас группа одного человека. Это авторский проект. И пою я одна под гитару. Это довольно интимный процесс и довольно такое магическое действие. Потому что когда ты на сцене, особенно на большой сцене национального театра, один с гитарой, это такой определенный вызов себе. Потому что, вы помните, как раньше выходил Высоцкий со своей семиструнной гитарой, с определенным строем специфическим. И пел свою философскую лирику, которая объединяла всю страну, объединяла большое количество людей. И я сейчас избираю такую позицию, что выхожу на сцену, делюсь самым сокровенным, одна с гитарой. И это такой формат, когда тебе не за что спрятаться, некуда скрыться. Ты вот один и полностью раскрываешь сердце аудитории. Ну, представлю свое авторское творчество. И надеюсь, что это будет по-особенному. На сцене национального театра, кстати, я выступала единожды. Это было очень давно. Это было аж в 2009 году. Я еще была маленькая девочка и приезжала из поселка Лохи вместе со своей семьей. Это были дни семьи, что ли, или дни республики Карелия. Поэтому для меня это определенный такой челлендж сейчас. Выступить еще раз и выступить со своим авторским творчеством. Поэтому спасибо, что пригласил. Для меня вообще формат мультикультурных фестивалей и формат мультижанровых событий очень близок. Я не только музыкант, но и организатор тоже. И помню, что ты вот сказал, Никита, не хватает таких событий, да, не хватает встреч. Людям нужно ходить, слушать музыку живьем. Людям нужно открывать свое сердце, находясь в зале тем, кто вещает со сцены. Вот этот контакт, он бесценен. И помнишь, мы делали фестиваль «Валга»? Тоже карельское слово «Валга» – свет. И мы делали его в прекрасном арт-пространстве Агрикалчий Клаб, который, к сожалению, закрылась. И тогда мы делали по такому же принципу объединять людей, которые живут в Карелии и делают творчество, находясь в нашей республике, с акцентом именно на популяризацию карельского искусства и карельского продукта. Если позволишь, я добавлю, да, есть такой момент, который я тоже всегда пытаюсь как-то на первое место поставить. Дело в том, что наш петрозаводский или карельский зритель, на мой взгляд, а я думаю, что в этом смысле мой взгляд довольно объективен, поскольку я в этой среде нахожусь уже очень давно, и я вижу, что у нас существует некоторый пробел, что у нас публика, на самом деле, интересующаяся, причем небезразличная к этому публику. Все-таки не имеет достаточного количества, может быть, ну, какого-то ресурса, чтобы знать, собственно, какие исполнители у нас в Петрозаводске и в Карелии есть. Я по Карелии периодически езжу. Я ввиду того, что я занимаюсь музыкальным и театральным творчеством уже достаточное количество лет и знаком с очень большим количеством людей, я знаю, что исполнителей очень много, и с каждым годом они только прибавляются. И периодически мы можем кого-то увидеть у Никиты Власова в передаче «Прослушка», за что ему тоже огромное спасибо. И он тоже, кстати, с группой «Громыка» обещал принять участие в нашем фестивале. И иногда мне задают вопрос, а ты хочешь, чтобы у тебя вот это мероприятие встало на какой-то регулярный такой уровень. Ну, мне сложно что-то планировать, потому что сейчас я располагаю такой возможностью, как организация подобного рода мероприятия на сцене театра. Если у меня эта возможность сохранится, я с огромным удовольствием буду это делать хотя бы раз в год. Хотя, как показывают ресурсы города и республики, можно было бы привозить исполнителей и из других наших малых городов и все-таки сохранить вот эту вот локальную такую вот форму, которая, тем не менее, как-то, ну, вот, работает прежде всего в рамках нашего региона, нашей республики. И если бы когда-нибудь была возможность привезти исполнителей из других городов, выйти на какой-то другой формат, конечно, это тоже было бы здорово. Но я не скажу, что я на это прям претендую, потому что я очень люблю свой край, и я знаю, что еще по-прежнему здесь очень много можно сделать для него. А как дальше пойдет, ну, время покажет. А сейчас будут исполнители именно из Петрозаводска, да? По-прежнему, как и на первом фестивале, будут исполнители из нашего театра. Выступит Ольга Портретова, заслуженная артистка Карелия. Она выступит со своей рэп-программой под псевдонимом Тамма. Будет замечательная артистка нашего театра Ксения Ширякина-Коган. У нее очень интересное авторское творчество. Ее поддержат профессиональные музыканты нашего города. У нее будет, ну, целый ансамбль. Настя, наверное, расскажет еще про других участников. Да, конечно, акцент на карельском производстве, так сказать, очень важен. Ну, карельское производство, ты знаешь, как... Поддержим отечественного производителя. Давно уже стало популярным это выражение. Я помню, что мы его использовали. Карельская культурная аномалия. То, что у нас есть концентрация довольно качественного продукта. И это вообще, я считаю, миф. То, что все лучшее делается в столицах. И мы тут провинция. Нет, ничего подобного. Ну как, ну мы же столица. Ну, мы же столица. Ну, хорошо, да. Столица Карелии. Притом... Малая столица. Петрозаводск довольно мощный такой мотор, мне кажется, по производству искусства. Вот. И есть группа, которую, я думаю, знают многие люди, которые сейчас нас смотрят и слушают. Задвиги Поплавского. Сейчас они называются просто Задвиги. С 15-го года. Задвиги. С восклицательным знаком. Задвиги, да. Задвиги. Они, на самом деле, лет так, наверное, 10-15 назад очень звездили у нас в городе. Я помню, они были одни из первых, кто стал снимать клипы, кстати. И был клип такой. Накосячило было дело. И там снимались просто все, кто только мог из богемной тусовки. Вот. И любят Задвигов. И ждут, когда они приедут к нам вновь и вновь. Подчеркну, потому что они сами Петрозаводские. Это музыка Петрозаводского разлива. Они живут сейчас в Санкт-Петербурге. Это была Настяная идея их позвать. Да. Но я с удовольствием эту идею поддержал, потому что я тоже знаю эту группу очень давно. Они такие ребята в хорошем смысле значения этого слова русский рок. С такими олдскульными традициями. Много романтики, много драмы, хорошая лирика, хорошие тексты. И безумный драйв. То есть они прям жарят рок. И я думаю, что в концепции фестиваля это будет прям красивенько, огромно. Задвиги, да, я их очень люблю. Мы с их лидером, с Антоном Хиппанином давно знакомы. И он просто говорит, хочу выступить в Петрозаводске. Где, когда? Мы с ним списались. Я говорю, Никита, давай возьмем Задвигов на Линду. Хороший будет такой огненный роковый перформанс. Музыкальный перформанс. А сколько всего групп будет? Шесть исполнителей. Мы еще не поговорили, разве что про джазовую группу. Павел Полузанов групп. Павел Полузанов тоже мой давний знакомый. Ну, как и остальные участники коллектива. Джазовая группа – это особая история, конечно. То есть эта музыка прежде всего довольно… Может быть, меня можно поправить в этом плане. Но я бы сказал, что это самая академичная музыка из всех, которая будет представлена. Но это все-таки авторская группа, потому что она делает ни на что не похожие аранжировки классических джазовых, как принято говорить в этой среде стандартов. Ну, я бы сказал, все-таки композиции песен. И даже если ребята будут не против, я, может быть, спою пару песен с ними. Может быть. У тебя будет не удержать. И всего будет, получается… Вырвешься на сцену. Всего будет шесть исполнителей. По сравнению с первым «Линду» это поменьше. Но мы сделали выводы, что у нас все-таки первое мероприятие, во-первых, не имело антракта, что не очень было хорошо. И оно слишком долго длилось. То есть четыре часа. Мы решили, что все-таки нужно поменьше. Лучше дать каждой группе чуть-чуть больше времени, сделать антракт, чтобы это напоминало, ну, как это в театрах принято, да, там, если мы смотрим длинный спектакль, который длится там, ну, три часа, затем чуть больше. Нам нужен антракт, нам нужен перерыв, как-то выдохнуть и подготовиться к следующей партии участников. Слушай, ну это на самом деле очень хорошая идея. Люди отвыкают слушать музыку целенаправленно. Мы все чаще куда-то бежим, что-то делаем, и она звучит у нас фоном. Театр с красивой, приличной сценой, с сидячими рядами хорош тем, что люди пришли, сели и внимательно слушают. И воспринимают то, что происходит на сцене, вот ты говоришь, четыре часа, да, этот номер будет покороче, но все же, как цельное высказывание. Да, то есть цельное высказывание, которое является таким коктейлем, миксом из разных исполнителей, которые исполнители каждый несут что-то свое, ведь все очень разные. Вот, это очень важно, потому что еще один из таких принципов, которого хочется придерживаться, это чтобы люди приходили на очень разножанровое мероприятие. Почему еще раз возникает слово фестиваль? Фестиваль предполагает все-таки какую-то более широкую палитру, и, скажем, группа Громыка, ну, это все-таки по большей части поп-рок, наверное, хотя они называются, они называются, нет, они называются тяжелый психоделический твист. И с этим не поспоришь, это абсолютная правда. Ну, я имею в виду, что там барабаны, гитары, да, то есть вокал. Но у них же очень интересный инструмент, что-то похожее на то ли металлофон, то ли ксилофон, какой-то ретро-винтаж, там такой винтаж. Там, в общем, там дикая смесь, и это очень круто. Ну, кстати, мне кажется, что Громыка – это самая театральная группа, которую можно только представить на этом фестивале. Ну, поэтому они и замкнут это мероприятие, это будет эпофеоз, наверное, у нас. Ну, это театр абсурда, это театр абсурда с гротеском, и сделано это очень стильно, они артисты, которых любят и ждут по всей стране, и я думаю, что многие люди, кстати, если мы на ТВ, стоит это отметить, что состав группы Громыка – это музыканты группы Револьвер, и люди, ну, старые закалки, наверное, да, они помнят, была такая передача раньше федеральная «Неголубой огонек», и вот они ездили туда на Новый год, сейчас в преддверии Нового года, вообще уместно это сказать, то есть они были представителями нашей республики, которые славили наш край и ездили на «Неголубой огонек» вместе с такой тусовкой мастодонтов русского рока, то есть там играли и «Земфира», и какие-нибудь там «Танцы-минус» и прочее, и там же играли «Револьвер», то есть они просто создали вот такой второй проект «Громыка», он действительно театральный, и это интересно не только слушать, но и смотреть, наблюдать за тем, что они творят на сцене. Там сложная концепция, сложная концепция, замысел, и не каждый даже это раскусит, но заставить задуматься. Так что джаз, авторское творчество под гитару, рэп, поп-рок – очень широкая палитра. Я думаю, что будь я зрителем, слушателем подобного рода мероприятия, я бы, конечно, затаив дыхание бы эти, наверное, три часа провел с чувством того, что я все время получаю что-то новое. Ну, это вдохновение большое, если хотите зарядиться энергией и наполниться, надо идти, к тому же это все в очень высоком качестве сделано. Как и первое мероприятие, все это делается под запись, то есть после первого фестиваля мы все это по дорожкам щепетильно сводили, мы все эти треки передавали каждой группе, группы уже на свое усмотрение это сводили, так как они считают это нужным. Вот, у нас была очень такая богатая видеосъемка в плане ракурсов, все это вот сводилось, сейчас выпуск, за выпуском это шло в передаче «Прослушка» у Никиты Власова, про которого мы уже говорили. В перспективе на будущее я надеюсь сделать, сейчас вот я ищу с кем можно это сделать, какой-то большой такой фильм о первом фестивале и я надеюсь, что не меньше количества материала будет собрано и для второго. Вот один вопрос, только когда же это сделать? Спасибо, да, вы уже рассказали немного о результатах и итогах прошлого фестиваля и предлагаю посмотреть небольшой ролик о том, как проходил фестиваль в прошлый раз, как раз отрывки из нашей передачи «Прослушка», которую вы уже также упоминали, давайте посмотрим. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрели сейчас, Никита, в том числе и ваше выступление. Вот расскажите немножечко про свою группу, что исполняете, вы исполняете песни на карельском языке, почему обратились именно к такому репертуару, к такому материалу? Ну, разумеется, на меня оказало очень большое влияние то, что я работаю в Национальном театре Карелии, я работаю на карелоязычных постановках, в карелоязычных постановках. Сам все-таки являюсь карелом отчасти, хоть я и вырос в семье, где на карельском языке уже, к сожалению, не разговаривали, какая-то тяга к этому всему у меня присутствовала. Ну, а театр повлиял на то, чтобы я этим, в принципе, непосредственно занялся. Там на каком-то определенном этапе я открыл для себя карелоязычную поэзию 20 века и нашел там очень много благозвучных стихотворений, которые прекрасно ложатся по моим личным таким душевным ощущениям, они ложатся на мое восприятие музыкальное. Поэтому к этому все долго шло, но это, наверное, было закономерно. Вот. И вообще все, что касается первого концерта, где мы выступали с проектом ИО, карелоязычным, где Андрей Горшков нас поддержал тоже с карельским языком, я очень-очень к этому стремлюсь. Я надеюсь, что у нас, когда все сложится к тому, чтобы сбылся третий концерт, чтобы у нас там тоже присутствовала какая-то вот такая вот составляющая для нас особая, которая все-таки говорит о том, что мы остаемся карелами. Формация языка меняется, люди меняются. Но вот мое поколение, еще, в общем-то, имеющее право себя именовать молодым и более молодое поколение, я вижу по-прежнему стремление к языку у многих людей. И в том числе к тому, чтобы дать этому языку какие-то новые художественные формы. Ну, где как ни в театре или ни на музыкальной арене это реализовать, где еще так слово нужно. В этом направлении я тоже думаю, и поступают периодически какие-то предложения. Вот я всегда буду к этому относиться очень щепетильно. То есть это помогает сохранять и развивать язык? Ну, ведь это же Национальный театр Карелии, то есть это какой-то такой дом. Мы вот на первом фестивале использовали этот символ, я думаю, на втором будем использовать. Если вы посмотрите видео внимательно, вы увидите, что у нас там сзади висит вот такое карельское полотенце. Как-то было принято делать, например, на оформлении крыш в карельских и в русских домах. Вот этот узор, этот такой какой-то такой вот момент, такой тотем, какая-то общая точка сборки. Она и визуально присутствует, она отражается и в названии площадки, где все это происходит. И, конечно, хочется, чтобы и карельское слово тоже звучало. Ну, к слову, оно и на этом фестивале прозвучит. Вот как? Ну, придете, узнаете. Что вы сами ждете от фестиваля в этот раз и как думаете, за какими эмоциями и впечатлениями придет зритель? Первый фестиваль, он был посвящен весне. Главная тема была того, что птицы возвращаются домой, наступает оттепель. И это такой особый праздник надвигающегося лета. А второй фестиваль, он, получается, у нас приурочен, ну, так уж вышло, к встрече Старого Нового Года. То есть буквально вот накануне. Я, наверное, для себя, ну, таким образом подытоживаю новогодние праздники. Самый их такой хвостик. Самые стойкие, вероятно, дойдут. Предлагаю еще раз тогда проговорить зрителям, когда пройдет фестиваль и где, собственно, ждать. 12 января в Национальном театре Карелии. Начало в 6 часов. Афиша яркая, приходите. Первых. Ждем вас. Напомню, гостями студии были артисты, музыканты Никита Анисимов и Настя Орлова. Тему дня вела Юлия Бараева. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!